Привет! А в этом видео мы с бабушкой специи расскажем и пошагово покажем, как приготовить томатный сок на зиму. Томатный сок, по мнению диетологов, обладает множеством полезных качеств. Польза томата обусловлена прежде всего химическим составом. Люди, которые с удовольствием употребляют томатный сок, менее подвержены риску возникновения онкологии. Натуральный томатный сок богат веществами, стимулирующими выработку серотонина, дефицит которого приводит к развитию депрессии, бессонницы и других расстройств психоэмоциональной деятельности. Ингредиенты для приготовления томатного сока на зиму. Помидоры 2 килограмма, сахар 3 столовые ложки, соль 3 столовые ложки. Основной этап приготовления. Необходимо подготовить все ингредиенты по списку. Помидоры лучше брать спелые. Помидоры должны быть целыми, не мятыми, без трещин и не гнилые. Помидоры можно измельчать через соковыжималку или через мясорубку. Если помидоры перекручиваете через мясорубку, нужно смесь впоследствии процедить через мелкое сито или марлю, сложенную в несколько раз. Мы будем использовать соковыжималку. Помидоры необходимо хорошо промыть под проточной водой, удалить плодоножку и откинуть на дуршлаг, дать излишней воде стечь. Далее помидоры нужно порезать на несколько кусочков для того, чтобы было удобнее ложить в соковыжималку. Все помидоры мы будем пропускать через соковыжималку. Также заранее нужно приготовить банки, предварительно их простерилизовав удобным для вас способом. Можно стерилизовать банки над паром, в микроволновой печи, а также в духовом шкафу. Крышки также необходимо прокипятить в воде. Для этого достаточно всего 5 минут. Банки должны быть не только стерильными, но и сухими, чтобы избежать возможное возникновение плесени. Для варки сока нужно взять большую кастрюлю. Кастрюля действительно должна быть большой, чтобы сок при варке не выкипел и не убежал из кастрюли. Помещаем сок в кастрюлю, ставим на огонь. И постоянно сок нужно перемешивать, чтобы он не пригорел. Когда начнет сок закипать, сразу убавляем огонь. Поскольку сок в это время может убежать и вы не успеете остановить сок и пенку, которая постоянно образовывается на верхушке сока. Постоянно мешаем сок до тех пор, пока не спадет пена. Когда пена начнет убывать, добавьте сахар и соль по вкусу. То количество соли и сахара, указанное в ингредиентах, вполне подходит для приготовления томатного сока. Однако, вы можете взять чуть больше или чуть меньше. По вашему вкусу. Кипятить сок необходимо на протяжении 5 минут. В это время пена почти вся исчезнет. Банки сухие и простерилизованные ставим на теплую поверхность, например полотенце. И потихонечку вливаем сок, чтобы банка не лопнула. Банку с соком нужно закрыть крышкой. Поставить на полотенце дном вверх и укутать одеялом. Оставить так, пока полностью не остынет. На наш взгляд, это идеальный способ для консервации сока на зиму. А также можно пить непосредственно после приготовления. Томатный сок можно также сочетать с зеленью и любыми жиросодержащими продуктами. Попробуйте и вы приготовить томатный сок на зиму по-нашему с бабушка рецепта. Приятного вам аппетита!